Ракетное обострение. К чему приведет отказ США продлевать договоры СНВ-3? Ракетное обострение. К чему приведет отказ США продлевать договоры СНВ-3? 8 часов. AP Photo, Ванденберг Air Force Base, Senior Airman Ian Dudley. Невооруженные ракеты. Minuteman. Три на военной базе ВВС США Ванденберг. AP Photo, Ванденберг Air Force Base, Senior Airman Ian Dudley. Москва, 5 июля РИА Новости, Андрей Коц. Американцы не готовы обсуждать продление договора СНВ-3. Об этом Владимир Путин говорил на днях в интервью итальянской газете. Кои и Делосера. По его словам, перспективы взаимодействия России и США в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений остаются туманными. О времени все меньше срок действия СНВ-3 истекает в 2021-м. О том, почему Вашингтон не заинтересован в его продлении и чем это грозит миру, в материале РИА Новости. Гонка технологий. Договор на 10 лет президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали 8 апреля 2010 ГО. 5 февраля 2011 года он вступил в силу. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов в арсеналах сторон до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет-подводных лодок и стратегических бомбардировщиков до 700 единиц. Вчера, 3.22. Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин. СНВ-3 единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. И в Вашингтоне пока не решили, стоит ли его продлевать. По мнению многих экспертов, вероятнее всего, соглашение постигнет судьба договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, в начале года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, обвинив Россию в нарушениях его условий. Москва все обвинения отвергла. Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия отвечает зеркально и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства подчеркнул, втянуть страну в затратную гонку вооружений не удастся. Все предложения, по его словам, остаются на столе и двери открыты. Но впредь никаких переговоров по данной проблеме Москва инициировать не будет. Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты США, ведомые Дональдом Трампом, не хотят быть участниками никаких бинарных соглашений, которые связывают им руки, объясняет РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. Это не позволяет эффективно модернизировать имеющиеся стратегические вооружения, увеличивая количественные и качественные показатели. Американцы прекрасно понимают, что те вооружения, о которых Владимир Путин рассказал в марте прошлого года, реальны. Ничего подобного у них нет. Видя, что баланс сил, сложившийся в ранний постсоветский период, утратил актуальность, Вашингтон попытается в ближайшее время найти предлог, чтобы выйти из СНВ-3. По словам эксперта, для нас такой расклад не самый лучший, поскольку следующий этап – выход Соединенных Штатов из соглашения о неразмещении оружия в космическом пространстве. 17 июня, 13.47 эксперт, Вашингтон готовят СНВ-3. Судьбу договора ОРСМП количество ядерного оружия сокращается. В то же время обладающие им страны продолжают его модернизировать, сказано в докладе. Сепри. Политолог Алексей Анпилогов в эфире радио. Спотник. Высказал мнение, что главная опасность сегодня – не в модернизации этого оружия. Судаков отметил, что американцы абсолютно не скрывают милитаристских интересов и крайне нетерпимы к формированию в мире других центров силы. Впрочем, выход Штатов из СНВ-3 не спровоцирует новую гонку вооружений в привычном смысле, так как количество ракет уже ничего не решает. Тем не менее, возможна гонка технологий, где у России серьезное преимущество. Наши инновации в разы, а то и в десятки раз дешевле того, что есть у США, подчеркивает эксперт. Ядерный аргумент. Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков уверен, что от договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Соединенные Штаты отказываются по геополитическим причинам. AFP 2019 Брендан Смиловский Президент США Дональд Трамп встречает военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее на авиабазе Асан. Напомним, в конце июня Дональд Трамп, выступая на военной базе Асан в Южной Корее, сообщил, что США модернизируют ядерные вооружения и создают новые. В военном бюджете страны на 2020 год 23,2 миллиарда долларов пойдут на военные программы Министерства энергетики, отвечающего за стратегическое оружие. В конце апреля первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Позняхир указал, что американские разработки ядерных боеголовок малой мощности для ракет «Тамагавк» можно расценивать как раскручивание новой гонки вооружений. Ядерные заряды малой мощности предусмотрены атомной доктриной Соединенных Штатов, принятой при Дональде Трампи. Помимо «Тамагавков», ими планируют оснащать баллистические ракеты морского базирования, которые запускаются с подводных лодок. Кроме того, США, как и в прежние годы, не берут обязательства не применять ядерное оружие первыми. Министерство обороны РФ Загрузка баллистической ракеты «Сармат» перед пуском во время испытаний «Возможный выход США из СНВ-3 должен подстегнуть развитие наших средств стратегического сдерживания», полагает Константин Севков. Речь, конечно, о принятии на вооружение тяжелых ракет «Сармат». Необходимо уделять большое внимание мобильным средствам. Нужно профинансировать разработку боевых железнодорожных ракетных комплексов. Придется принимать на вооружение более совершенную, чем «Булава», морскую ракету, сопоставимую по характеристикам с американской. Главное не гнаться за количеством. Чтобы нанести США неприемлемый ущерб, требуется не так много ракет. И, конечно, необходимо внедрять в войска перспективные виды стратегических вооружений. Это, в частности, ракета с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». В мае командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев проинформировал, что РВСН уже получают это системы. По его словам, в Яснинском ракетном соединении развернута инфраструктура для ракетного полка с комплексом «Авангард». Предполагается, что он заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Продолжение следует...